После матча в пресс-конференцию с нами главный тренер футбольного клуба «Факел» Олег Петрович Василенко. Олег Петрович, коротко по игре сначала ваши эмоции, впечатления. Соперник наш перестроился и мы ожидали несколько развития событий. Когда перестроился соперник, мы тоже имели в виду, что так может быть. Были к этому готовы. Единственное, что более качественное нужно было в атакующих действиях, наверное, в развитии создания игры и не распыляться. Ряд игроков, которые покидали определенные зоны, из-за этого у нас немножко не получалось. Была спешка, сумбур. Мы пропустили быстрый гол с углового. И надо отдать должное, что такой рабочий момент нефтехимик, который, в общем-то, нас застал врасплох. Я считаю, что второй мяч пропустили сами себе, потому что есть вещи, когда соперник создает моменты. Но мы не должны помогать сопернику создавать моменты. Мы не должны ошибаться в простых ситуациях. И третий гол, он такой же, но мы уже рисковали, и мы были раскрыты. Но, тем не менее, конечно, обидно проиграть в три мяча, но сегодня, значит, не наш день. Сегодня у нас не получилось. Сыграть надежно, сыграть на ноль. Даже те моменты, которые мы создавали, и мяч не лез в ворота, не заходил в ворота, эти удары, значит, мы должны работать над этим. И мы должны оттачивать, совершенствовать это мастерство, потому что это мастерство, которое надо тренировать. Здесь нет ни везений, ничего. Это или мы делаем это, или не делаем. Сегодня случилось так, как случилось. Мы оступились. И очень важна следующая реакция. Большие команды, большие игроки. У них у всех случаются поражения. И здесь очень важно продолжать делать. Продолжать делать больше, 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 больше. И двигаться дальше. То есть не ожидали от «Нефтехимика», что именно он прекратит вашу беспроигрышную серию? Но ни от кого не ожидаешь. Потому что это и футбол. Он же непредсказуем. И здесь любая команда может создать проблемы любой команде. И этим и интересен наш чемпионат. А вот чисто психологически, вот эта беспроигрышная серия, она давит на игроков, на вас? Нет, она не давит. Абсолютно. Это, знаете как, это дополнительный стимул, дополнительная мотивация. Когда ты делаешь серию от игре к игре, ты понимаешь, что ты становишься сильнее. Ты понимаешь, что этим надо пользоваться. Это надо усовершенствовать. Надо двигаться наверх. Такая психология у меня, такая психология у команды и у нашего клуба. Чему я рад безгранично, что это так. Потому что сильные команды, они именно сильные, но я считаю, люди, личности, они всегда должны, вот они наверху, они должны стоять твердо на ногах. Слабые ментально, они наверху и у них начинается, прервется, не прервется, давит, не давит. Нет, мы абсолютно не такие, я этому счастлив. Вот, но то, что мы оступились, да, так бывает, мы споткнулись. Сейчас нужно встать и отряхнуться и идти наверх. Скажите, а в каком момент матч был проигран? Когда судья дал финальный свисток. Потому что это не просто красивые слова. В это мы верили все. И до последнего, видя на поле, как развиваются события, мы все делали для того, чтобы забить один гол, забить следующий, забить... Никогда ты не проиграл и не выиграл, пока судья не отправит тебя в раздевалку. Это 100%. И я рад, что мы не вставали. 3-0 и мы не вставали. Мы продолжали играть, играть, играть. Несмотря на поражение, может быть, все-таки есть какие-то положительные моменты, которые вы можете отметить? Положительные моменты это то, что мы при 3-0 у нас было рвение и старание у футболистов забить мяч, продолжать играть. Мы не вставали. Положительные моменты это то, что мы старались комбинировать и развивать игру. Положительные моменты это то, что мы добирались до мяча. И хотя очень сложно, когда много игроков шли на площади, и тем не менее мы создавали эти моменты. Это и есть положительная вещь. Мы проиграли, это отрицательная вещь. Спасибо большое за комментарий. Да, спасибо. Вы даже слышите о том, что вы? Да, спасибо.